Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться Мой город Киев, моя старая Это грибы, осенние грибы, которые ростут поздние-поздние осени В желтние месяце, в октябре, по-русскому, будь сказано Под сосновыми насаждениями, под сосной, только под сосной Называется зеленушка на русском, або зеленеется на украинском Витряхолома Виренс, вот довольно вкусный, съедобный гриб Одна беда, что они в песке, сильно в песке Их сразу надо почистить аккуратно и помыть Помыть 5-6 в водах И потом можно варить суп прямой наводкой Это Вася собрал грибы, пока мы тут сидели Буквально за 2, ну не 2, но минут 15 он собрал вот столько грибов Самые вкусные грибочки А вон Люда с Олегом Ждем автобус, едем домой Вот это сауна, в которой мы были И там вот за летней верандой еще Где мы сейчас отдыхаем Ой, посмотрите какой ветер Сегодня дождь целый день, а мы так хорошо отдохнули Любим сюда приезжать Здесь кругом лес хвойный Наелись до отвала И сейчас уже будем ехать домой Здесь такие горшочки Едем домой Все на месте На первой стороне считают Волны морские люблю Повертаемось до дому До вид нас шукают ритки кожну мы Старась на реках с ними к тому Старась на реках с ними к тому Что она сбивалася за стильки для света Давай, родина нашу песню заспіваем ПЕСНЯ 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 Нас от солнца, ты в пустыне спасите Петру, Пучки-ду, Пучки-ду, ты колодца, защити, защити нас от солнца, ты в пустыне спасите Петру, Пучки-ду. Нас тянет старик, как город красавица, Ты в пустыне спасите Петру, Пучки-ду, ты в пустыне спасите Петру, Пучка-ду. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это про насекомоязных растений Я читаю по насекомоязных растений А ты про растения только насекомоязных? А Тарас что? Тоже какой-то ученый Ученый Чем это вы занимаетесь? Орехами Я уже выходила Зато у вас тут подпольный завод Вот смотрю ореха Ореха Подожди Дай пройду Покажи Вот такая Вот такая Есть вот такая Наш народ изобрел вот такой Бутылкой из-под шампанского Ложишь верхушкой вниз и вот так вот И туда Он рассыпается И ядро остается целеньким почти Юля Тихо Не мешай снимать Целенький орех Эти перегородки можно отобрать И на них настаивать водку Очень полезно для Желудочно-кишечного тракта Перегородки ореха Тракт желудочно-кишечный даже скучает За водкой С орехом За перегородками Да Вон работники сидят какие А ну теперь Миша Ты покажи процесс своему Вот показывай Давай давай Показывай как ты туда Кладешь И руку прищипнул Да Леся ты что И руки будут накатлены Уже зачистим Ого сколько вы почистили Да Только начало А уже третья миска Золото, золото. Куда высыпали? Света, иди помогай-то нам. Чистить орехи, помогай. Светлана, а где твой инструмент чистить орехи? У каждого свой инструмент. Азиз, а ты, какой у тебя инструмент покажи? Обычный. Обычный. Светлана, а где твой инструмент. Светлана, а где твой инструмент. У нас это не только завод, у нас, оказывается, еще музыкальный завод. Азиз, музыкальный орех. Азиз, музыкальный эксперимент. А я думала, когда были дудка малолей. А где Тарас? Тарас, иди сюда. Светлана, а где твой инструмент. 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 А она у вас уже Белочка называется? Тарас, начинай! Тарас, начинай! Тарас, начинай! Ого, Камалу вообще никакие инструменты не нужны, он руками все. А вот это ООО Белка здесь, видишь? Ну, уже сколько сделали. Ну, и Леся молодец. Организовала, чтобы быстро. А, это организатор ООО Белочка, это Леся, да? О, еще дядя Вася на дровазы. Да, она все переживала, что мы заберем, а дрова... О, еще... Вступай, Люда, вступай в ООО, Белочка. Давай. Кооператив Белочка. А мы уже с собой забираем. Кооператив Белочка, да. Вася, а бутылка обязательно должна быть шампанского или какого? Обязательно шампанского. Вот там горлышко подходит. Ну, а кто... Оксана, ты сказала, что там надо еще? Можно взять из подшипника тракторного? Можешь, надо его найти? Ну да, где его взять? Мы на думаем, я. Тракторист. Я. Надо, чтобы трактор убить тракториста? Да. Не надо подшипника убивать тракториста. Можно выпить шампань? На пляж. Поддаст и трактор, и подшипник. Валера, а кем ты работаешь в этом ООО Белочка? Ворш. Не, в Завхозму же? Технический работник. Там уже не есть это самое, морю побито. Вася, генеральный директор, Галя просто директор. Остальные работники, да? Я маркетолог. Марчендайтер, драйдер. Кто марчендайтер? Давайте засеем самого главного работника, который это все утилизирует быстренько. Я шо? Чистил, чистил, заход? Не, я вообще не шо. Да, я шо по рекламе. Ой, как вкусно, или еще шо, так тихонько. Так, заканчивай, сейчас не сутки делай. Да. Мы вместе хотят, они. Кто? Кто? Нет, смотри, там есть рубашка, есть прокладка. Ну, рубашку открывать? Рубашку целиком ложим. А прокладку между ними? Нет, открывать, глянуть и закрыть. Можно не открывать. А главное, чтобы попасть. Попасть. А ну, чем Кама вы занимаетесь с Олегом? Гербали делаем. Дядь Вася, а ну расскажи. Как надо? Вася, расскажи, как правильно сделать гербальный дынь. Укладывается определенный гербальный листок. Гербальный образец. Прижимается в том положении, в котором он должен быть. Вот, если это, вот такого размера, готовится под А4, размер гербальный лист. Расправляются листья, прижимаются, если сочные сильно растения, прижимаются верхушки стеблей. Для того, чтобы они быстрее сохли, потому что отдельные виды сочных растений в гербарии продолжают расти. Вот здесь будет гнить, а здесь будет расти. Поэтому надо их пережать вот так вот. Вот, вот, попережимать, чтобы соки не двигались. Закрывается. Следующий слой, это опять-таки прокладка. Вот эта прокладка в последующем. Идем к следующему гербару, который уже день лежал в прессе. Завтра, то есть на следующий день, вынимается. Вот она вымылась, я ее убрал. А рубашка сама гербарная укладывается вот так прямо сюда. Раз, два взял. А, два взял, да, вот. Это прокладка. Это две прокладки там. И вот таким образом, раз, одно за другим. Раз. Вот, вербарный аркуш на русском, как я знаю, сюда. Лис. Лис, да, вербарный и сюда. А прокладка туда, опять, гербарный и сюда. Вот это дней три-четыре, пока растение не высохнет. Степень готовности гербария проверяется очень простым способом. Когда берешь сухое, уже высушенное растение и дотрагиваешься к нему губами. Если оно будет сухое, оно будет теплое. Если оно сырое, не высохшее, оно всегда будет холодное. Потому что губы наши самый чувствительный орган к температурному факту. Они сразу в кауле произойдут. Сухое это или холодное. Есть испарение или нет? Вот и все. Вот это вот неправильно, не до конца правильно. Потому что листки и корни не должны торчать из гербарных образцов. Вот это все должно быть попрятано. Краешки листа так уже быть. А вот чтобы стебли торчали, лучше не надо. Вот вся технология высушивания гербария. Гербарий сушится с разными целями. Есть демонстративный гербарий, есть учебный гербарий. Это мы потом покажем уже расширенным образом. С разными целями собирается гербарий. Камал поклал гербарий. Как Вася называется? Кто гербарий делает? Гербаризатор коллектор. Гербаризатор коллектор. Олег теперь гербарий какой-то. Гербаризатор. Мостик получается. Ничего, ничего. Давай. Показывай, где свой мостик. Подожди, не клади. Сейчас газеты. Где твой мостик был? Видишь, вот такой бум, оно должно быть. Я думал, мешал догнуть. Внутри же там. Валера сидит, тоже там указания дает. Это все делается для того, чтобы растение, высушиваясь, имело вот такой вот распотабельный вид. Потому что если его сушить в открытом виде, оно листья поскручивается и так дальше. А вот в таком вот виде, оно будет лежать расплощенное. И листья, и стебли, и сушиные. Если этого не сделать, не упаковать его, и не сжать, оно поморщится, пошелушится. Его нельзя будет демонстрировать. Нельзя будет смотреть. Угу. Угу.